Чё, давай, расскажи, как ты выиграл этот кубок. Слушай, ну, было сложно, там сложная квалификация была, погодные условия жуткие. Дождь пошёл сильный, ну и под дождь, под этот мы поехали, короче. Была стрёмная погода, разметки вообще не было на трассе. Первые две попытки, прогревочную и первую попытку квалификации, я вообще завалил, поехал мимо дороги на все 100%. Третью попытку уже кое-как там подсобрался, спросил, куда ехать у маршала. Ну и, в общем, проехал там на какое-то 31 место, ну в самый конец. Дальше получается, ну что, ТОП-32 с Жигулями, Жигули не догнали меня, получилось так. Потом ехал в BMW, похоже на мою, ну а дальше уже с ТОП-8 очень быстро едут заезды, ТОП-8, ТОП-4. Финал очень быстро и насыщенно. Перед финалом сломалась коробка, короче, шифтер, переключение. Я так включил вторую, что прям аж от кузова её оторвал. Замена была вообще жутко, гоночная, дико. Я прям подъехал в предстарт, пацаны уже бегут оттуда из техпарка, тащат, короче, все домкраты, все инструменты. Все начинают усиленно её поднимать, 85 тысяч человек перед тачкой. Я аж прям бедный отошёл от машины и вот так стоял, не знал, что делать. Ну и в итоге вот так, побух увидели, вышло так. А расскажи, какой уровень вообще оппонентов был? Ну, поскольку был дождь, поехали как раз мои хорошие товарищи на Жигулях, которые постоянно в дождь ездят. И честно говоря, вот на пелетон сильных тачек, которые обычно в чемпионате едут, хорошо разбавили, потому что как раз в полуфинал топ-4 ехал я с моим хорошим товарищем Володей Мазаевым на двойке на Жигулях, который сил примерно как в моей машине BMW. Была машина 46-я BMW в топ-8, там был мотор VQ 330 сил. По мокрому удалось привести достаточно большое преимущество по заезду первым. Мы не до конца анализировали ситуацию с тем, как это получилось, ну, как точно так вышло. А в финале ехал сильный Илья Вениху. Хороший пулот, теперь 150 сил у него в тачке. Два с половиной раза больше, чем у меня. Такая же духа. А расскажи вообще, у тебя это какие первые соревнования такие полноценные? У меня был зимний опыт участия в соревнованиях, но тачка была достаточно странная. Мы там ее шустры ногами собрали, это был далекий 20-й год. В нашем регионе получилось только два этапа полноценных, чтобы ребята провели. И то там кое-как, и не совсем так, как было быть должно. Потому что второй этап, который зимой ехали, был вообще там по воде, с рыбами. Ну, зимние соревнования на воде они такие. А летом, вот в этом году, начал достаточно плотно ехать. И стараюсь выезжать на все, что есть. Все скритовые соревнования, в том числе и Сатюкап, и АДМ Контест. Стараюсь ехать, стараюсь выезжать. Ну, а дальше есть еще, будут в сентябре, заключительный этап этого чемпионата, который я почти полностью проехал, за исключением первого этапа. Также будут АДМ Контесты. Едут они прямо в ближайшие даты. То есть 8-9 числа АДМ Контест в сентябре, а 10 числа Сатюкап. Ну, вот, собственно, к этому готовимся. Чуть, может быть, даже машину подшаманим на таких градусах. Не, не будем на полусломанной ездить. Стараемся что-то придумать. В общем, вот он, он крут. АДМ Контест АДМ Контест АДМ Контест АДМ Контест